В 2022 году стартовал наш первый проект в поддержку частных инициатив «Скиньте мяч». И здесь нас ждали первые открытия, первые улыбки и победы. В этом году мы решили не останавливаться на достигнутом. Хотите провести футбольный турнир, фестиваль стрит-арта или организовать театральное представление? Подайте заявку, а мы выделим гранты на реализацию самых интересных идей. Тинькофф. Рядом с теми, кто помогает. В 14-м туре нынешней Ла Лиги Барселона в гостях у Асасуна уже на 31-й минуте осталась в меньшинстве. Левандовский получил вторую желтую. Хуже того, к моменту удаления своего главного игрока гости уже уступали в счете. Хуже не придумаешь. Очень серьезные предпосылки для второго поражения в сезоне. Первой была от Реала. И потери лидерства в таблице мадридцы бы нагнали каталонцев. Но Барса не сдалась. После накачки в перерыве выскочили на второй тайм и почти сразу сравняли счет. А на 78-й минуте Хави двойной заменой освежает атаку. И через 7 минут вышедший на поле Рафиния остроумным решением приносит победу гостям. Класс! Духоподъемный момент для каталонцев. Они сохранили первое место и дальше еще и увеличили отрыв. Эта победа сыграла важную роль. Ведь такие матчи сплачивают, дают эмоциональный буст, укрепляют уверенность в том, что турнирная цель будет достигнута. Сегодня мы собрали вместе самые крутые случаи, когда команда одерживала победу или же спасалась в важном матче, играя значительную часть времени в меньшинстве. Триумф воли впечатляет всегда. В середине выпуска вам покажу, как я сходил на матч Лока-Спартак. А пока это ТОП-10. Погнали! На 10-м месте Лига Чемпионский полуфинал 2004 года. Монако-Челси. Помните, тогда случился единственный в современной истории главного Еврокубка финал Андердогов? Но это стало возможным благодаря подвигу Монако в первой игре 1-2 против Челси. Синие котировались фаворитами турнира. Первый сезон после прихода Абрамовича уже подобрался звездный состав. С Матилеле, Вероном, Досаи, Креспо и другими. Эти парни боролись за титул в АПЛ. А в плей-офф ЛЧ прошли пиковый арсенал Венгера. И вот приехали в гости к Монако. С полной уверенностью, что Монагастим не соперник. У нападающего хозяев Пршо зашел удар головой. Скорее, случайно он получился таким точным. Но англичане тут же сравняли усилиями Креспа. А в начале второго тайма случился казавшийся переломным эпизод. Греческий легионер Монако Зикас Василис, раздраженный нереализованным моментом, повел себя неспортивно и нарвался на прямую красную. Но теперь-то хозяевам, казалось, уже осталось только оборонять изо всех сил ничейный счет в домашней игре. Челси давит. Раньери на последние полчаса выпускает третьего нападающего. Однако Монагасти не продибаются. Да еще и от поиска шансов атаки не отказываются. Он возникает именно из-за того, что Челси бросает большие силы вперед. Вот какой контратакой гостей наказывает Жули с Мариентесом. Ближняя девять – королевский восторг. А через пять минут только что вышедший на замену конголезский форвард Шабади Нонда откликается на передачу в штрафной. Показательный момент. Дэшан, ведя в счете в меньшинстве на 82-й минуте, меняет нападающего на нападающего, а не на защитника. И такая смелость берет Лондон. Преимущество в два мяча позволяет выстоять в ответке. Монако попадает в свой первый и единственный в клубной истории финал главного Еврокубка. Красавцы. На девятом месте матч позапрошлой Бундеслиги – Бавария-Штутгарт. Мы решили взять, в общем-то, рядовую игру, потому что результат получился не то что вопреки, а я бы сказал наперекор раннему удалению хозяев. Да, понятно, что Бавария априори фаворит любой домашней встречи, но Стутгарт в том сезоне на выезде играл очень уверенно и ожидался вполне конкурентный матч. А когда на 12-й минуте левый защитник Альфонсо Дэвис нарвался напрямую красную, подумалось, что Бавария вполне может потерять очки и подпустить преследователя в таблице. РБ Лейпциг совсем близко. Ведь фланги в игре Мюнхена очень важны, особенно фланг Дэвиса. Однако предвкушение сенсации пропало очень быстро. Флик не стал делать замен, да и вообще сколько-нибудь существенно корректировать геймплан. Просто двинул налево из опорной зоны Алаву, у которого большой опыт в игре на фланге. Бавария проигнорировала тот факт, что находится в меньшинстве и попросту снесла соперника. А может игроки Штутгарта быстро расслабились, поверив, что игра будет легкой? В результате Мюнхен завалил трешку за 5 минут. Сначала отличился Ливандовский, спас Агнабри как раз с левого фланга, где должен был быть Дэвис. Потом уже сам Серж забил, и атака пришла снова слева. А вот третий гол. Мюнхен навешивает на Ливандовского, и у гостей как-то все очень разряжено, как будто не хватает людей. У кого вообще численное преимущество было на тот момент? Как будто у Баварии, честное слово, удивительно. К 23-й минуте 3-0. Перед перерывом Лева делает хет-трик, отбирая мяч у деморализованного защитника. Вот что значит не обращать внимания на плохие обстоятельства и не терять уверенности в своих силах. Бавария волей и напором психологически поломала соперника, находившегося в большинстве. Я должен похвалить свою команду. То, как мы забивали, то, как мы переиграли соперника в меньшинстве, все это просто великолепно. Подытожил Флик. Действительно, яркий пример того, что в десятером можно не только терпеть, ловя редкие контратакующие шансы, но и успешно, полноценно играть в атаку. Ну, во всяком случае, если ты Бавария. На восьмую позицию берем дерби в Сияруси в РПЛ 2010 года. Противостояние двух самых перспективных на тот момент тренеров страны, Слуцкого и Карпина, само собой представляло немалую интригу. А ЦСКА еще и решал задачу сохранить за собой вторую строчку, которая давала прямую путевку в Лигу Чемпионов. В общем, ожидалась жара. Так и получилось. Велитон в своей бескомпромиссно хамоватой манере пытается проткнуть мяч в ворота, не жалея Тинфеева. Спустя меньше чем год бразилец сломает Игоря и будет большой скандал. А здесь на добивании сработал Ипсон, а вратарь российской сборной смог продолжить игру. Так на 17-й минуте Спартак повел в счете. Вскоре реактивный Магиди своим проходом сеет панику и конфетным пасом отрезает оставшихся защитников. Так красно-белые обязаны были увеличивать преимущество. Спартак в порядке. А уж когда после перерыва Шемберес экспрессивно отреагировал на очередное решение арбитра и огреб за это вторую желтую, было полное ощущение, что красно-белые своего не упустят. Спартаковские болельщики поверили в победу. Тем более до этого было два поражения от армейцев. Пора было исправляться. Но вдруг стало происходить что-то непонятное. До удаления был один футбол, после удаления другой. Возмущался потом Карпин. Не понимаю, почему так случилось. Наверное, никогда не пойму. Против 11-ти играли в полную силу, против 10-терых остановились. Нет объяснений этому, честное слово. После удаления Шемберса было ощущение, что уже Спартак играет в меньшинстве, а не мы. Согласился с Карпином Слуцкий. У ЦСКА вдруг реально поперло. Хонда в падении добивает мяч после отскока от перекладины. А Думбия разбирается со спартаковскими защитниками, как с мальчиками. 2-1. Наконец, Вагнер в компенсированное время устанавливает окончательный счет. Отгрузили трешку. А отыграв почти целый тайм в большинстве, Спартак не только не удержал победный счет, но и потерпел очень обидное поражение. Фанаты красно-белых были в бешенстве. Седьмой матч Кубка Африканских Наций 2002 года. Он привлек наше внимание, ну, помимо того, что там случилась победа в меньшинстве, тем, что это был полуфинал главного континентального турнира, да еще и встретились в нем два крутых поколения. У нидерийцев суперсостав был еще с 90-х. Именно в нашем матче на поле вышли Тарибо Уэст, Айзек Акаронква, Джей Джей Акочан, Кван Квокано, Джулио Сагахова. А у Сенегала была та самая команда французского специалиста Брюно Метсю, который станет главной сенсацией на мировом первенстве 2002 года, пять месяцев спустя. Салив Диао, Папа Бубо Дьюб, Анри Камара, Эль Хаджи Дьюф. Тоже много знакомых имен, не правда ли? И вот они схлестнулись в шаге от финала Кубка Африки. После первого получаса игры по нолям, но у сенегальцев минус один игрок. Прямую красную получил полузащитник Сар. Момент почему-то не включили в хайлайты. Однако Дио после подачи углового в начале второго тайма открывает счет. Радости сенегальцев нет предела. Забиться стандарта для команды, играющей в меньшинстве, на это, как правило, и остается единственная надежда. И вот у них получилось. Осталось дотерпеть в обороне до финального свистка. Однако на 88-й несчастный случай. Нигерийцы тупо грузят вперед, не опасно. Центральному защитнику надо просто вынести мяч, сыграть как можно проще. Но он зачем-то все усложняет, и Агахова использует эту ошибку. 1-1. Что сенегальцам делать дальше? Сколько сил потратили, но в последний момент упустили победу. Теперь в десятером надо бегать еще 30 минут в надежде на послематчевую серию. В такие моменты многие ломаются. Но самый работоспособный полузащитник Сенегала, Диао, на 103-й минуте сам отбирает, обыгрывается с партнером и закатывает в дальний. Сенегали! Аль-Кураль Сенегал! Мэндиао и Хасан! Сыграл за троих. И за опорника, и за продвигающего полузащитника, и за центрального нападающего, компенсировав таким образом дефицит людей на поле. Нигерийцы, кстати, после этого так взбесились, что в конце сами наиграли на два удаления. Но счет уже не изменился. Сенегал вырывает победу в меньшинстве и отправляется в финал. Правда, там уступит по пенальти. Так что звездный час той команды, как я уже сказал, наступит на Мундиале 2002-го, где она повторит лучшие на тот момент достижения для африканских сборных. Шестая трочка для Суперкубка Испании 2008-го года. Тогда его разыграли Реал и Валенсия. Бланка с Хэти взяли в том сезоне Ла Лигу, в кубковых соревнованиях проваливались. Проиграли оба матча 1-8 финала Роме в Лиге Чемпионов. А в Кубке Испании на той же стадии вылетели от Мальорки. Также поражение в обоих поединках. В общем, хоть и могли брать свое по дистанции, бойцовским характером тот Реал Бернда Шустера не блистал. Тем удивительнее события ответного матча за Суперкубок. Первый поединок прошел в Валенсии. Хозяева выиграли 3-2. А когда Давид Силва в ответке точным ударом низом открыл счет, Реал уже можно было начинать хоронить. А удаление Вандерварта в концовке первого тайма это уже был как будто гвоздь в гроб королевского клуба. Грязный подкат в исполнении голландца заслуженное красное. Во втором тайме кажется, что у Реала появляются минимальные шансы. Ван Нистеллорой реализует пенальти. Его третий гол в этом противостоянии. Кроме него, собственно говоря, на тот момент в составе Реала никто не забивал. Но на 72-й минуте Рут покидает поле из-за второй желтой. Вот теперь точно все. В девятером не спастись. Ведь нужно не просто выстоять, а забивать. Но в составе Реала тогда уже был штатный спаситель. Как вы понимаете, я Серхио Рамоси. А ему нужен лишь угловой, чтобы стать героем. Этот мяч подорвал партнеров. Хозяева понеслись вперед и забили еще два. Гол красавец положил Даларет. А потом Игуаин подкраулил ошибку. Второй гол Валенсии на последних минутах уже ничего не решал. Реал взял единственный при шустере кубковый трофей. По всему аномальный исход. На пятой позиции подвиг в меньшинстве на Евро-2000. Вы ведь наверняка подумали про полуфинал итальянцев с Голландией, который они затащили в послематчевой серии, отыграв почти 90 минут в десятером. Эпичный матч, но мы про него уже не раз рассказывали. Поэтому сегодня наведем фокус на групповую стадию того первенства Европы. А там не менее примечательный поединок с участием сборной Югославии. Для югов стартовая игра турнира. Соперник принципиальный. Ведь славянцы вышли из состава Югославии еще в 90-м. И там была из-за этого война. Юги по составу смотрелись представительней. Синиша Михайлович, Дэн Станкович, Владимир Югович, Дарко Ковачевич, Предрак Миятович. Сплошь звезды топовых европейских лиг. Но игра не задалась. Словенец Захович извернулся и результативно пробил головой. Это первый тайм. А после перерыва отличился Павлин и снова Захович, который воспользовался тем, что запрессинговали Синишу. Разгром! Потеряв психологическое равновесие, Михайлович спустя три минуты допускает неспортивный фол на вторую желтую и окончательно хоронит тем самым свою сборную. Ведь на табло уже 60-я минута. А вот и нет. Сразу после второго пропущенного гола тренер Югославии Вуядин Бошков выпустил на газон еще одного козыря – Савва Милошевича. На 67-й минуте Савва в нужное время в нужном месте. Спустя три минуты Друлович поражает цель и штрафной. А потом он же организует третий мяч, который заносит в ворота Милошевич. Важнейшая ничья, добытая в меньшинстве со счета 0-3. Выдающийся камбэк. В итоге Югославия вышла из группы, а шокированная Словения вообще финишировала на последнем месте. На четвертой срочке знаменитый ответный матч между Челси и ПСЖ в 1-8 финала Лиги Чемпионов сезона 14-15. В Париж сыграли 1-1. Ожидаемо в ответке было жарко. В первом тайме при нулевом счете парижане остались не просто в меньшинстве, но и без лидера. Красную за грубый фол получил Ибрадимович. Правда, в основе вышел еще один центральный нападающий Кавани, так что Лорану Блану не пришлось рано тратить замены. Парижане просто перешли на игру с одним ярко выраженным форвардом. А в оттяжке уругвайца поддерживал Пасторе. И посмотрите, какую классную вертикальную игру в атаку показывал ПСЖ. Вератти, Пасторе, Кавани. Выход 1-1 и всего нескольких сантиметров не хватает для гола. Однако во втором тайме ситуация для оставшихся в десятером гостей еще более усложнилась. На желтую карточку судья посадил центрального защитника Давида Луиса и опорника Вератти. А как заставить себя играть аккуратно в такой рубке? Тем более сначала Челси открыл счет. Кейхелу удалось попасть по мячу в продолжении розыгрыша углового. Парижане ответили также результативным угловым. Давид Луис классно забил своему предыдущему клубу. Перешел как раз перед тем сезоном. Зрители на Стэнфорд-Бридж и у телевизоров смотрели совершенно равный матч. А составы-то были неравными большую часть основного времени. И еще 30 минут дополнительного. Такой вот обман зрения. В начале овертайма Азар реализует пенальти. Теперь точно конец? Набегавшимся больше соперника парижанам опять надо предпринимать сверхусилия, а времени остается совсем немного. В отсутствие лидера атаки снова берут игру на себя защитники. Капитан Тьяго Силва пробивает после углового. Куртуа тащит невероятный мяч на неудобной высоте. Еще корнер, опять Силва и... Это уже не потащить. По сложной траектории мяч попадает в дальний угол. ПСШ бился до последнего и был вознагражден проходом в следующую стадию по правилу гостевого гола. А говорили, команде не хватало характера в плей-офф лиге чемпионов. Ну вот же он, характер. Тронка открывает Италия-94. Это была команда с одной ярко выраженной звездой атаки, Роберто Баджа. Но еще одна важная характеристика, то Италии с Ориго Сати во главе они умели терпеть. Итальянцам досталась на Мундиале ровная группа с Мексикой, Ирландией и Норведией. Не группа смерти, конечно, но попробуйте еще из такой выйти. Особенно после поражения в стартовой встрече. Матч второго тура с Норведией был для Италии матчем жизни. А обязательно надо было брать очки. А тут, как назло, ошиблись в защите в самом начале. И по Льюте пришлось спасать ситуацию ценой удаления. Решение кипера в конечном счете оправдало себя. Италия отзащищалась и забила победной со стандарта. Это сделал Баджо. Дино. Если что, никаких родственных связей у них с Роберто нет. Просто одна счастливая для итальянской сборной фамилия. Без этого гола Италия не вышла бы из группы. И так только с третьего места пролезли в плей-офф. А там, в 1-8 против Нигерии, у сквадра Адзуры снова будет удаление. Но прежде итальянцы пропустили достаточно быстрый гол от Амуники. У Орлов был чуть ли не сильнейший состав в истории страны. Во главе с молодым Джей Джей Акочи. Даже при равных составах они рассчитывали грохнуть Италию. Чего уж говорить, когда за 15 минут до конца при счете 1-0 соперник остался в меньшинстве. Удалился Дзола, который психанул из-за отсутствия реакции арбитра на свое падение. Злой вход в единоборство на прямую красную едва ли тянул. Да даже на желтую. Как бы то ни было, Италия оказалась в сложнейшей ситуации. А времени минимум. Нужен был талант, чтобы спастись. И такой талант был. Наконец включился Роберто Баджо. Ничего не забивший, не отдавший на групповой стадии. А по итогу турнира у него окажется 5 мячей. Все в плей-офф. Сильнейший перформанс. Хвостик на 88-й минуте хладнокровно в касание уложил мяч в дальний угол. А посмотрите, что великий итальянец делает в дополнительное время. Демонстративно забирает у партнера мяч и исполняет гениальный черпачок в штрафную. А потом сам же реализует пенальти с миллиметровой точностью. Италия вытерпела в меньшинстве и одержала волевую победу. В итоге, кстати, дошла до финала. И там был еще один пенальти Баджо. Но это уже другая история. На втором месте тоже два матча. Две драматичные серии из противостояния Барселоны и Челси в главном Еврокубке. Итак, плей-офф ЛЧ сезонов 8-9 и 11-12. В сезоне каталонского Требла эти соперники встретились на стадии 1-2 финала. По нолям было на Камп Нол, а в ответке Эсиен красивым ударом вывел хозяев вперед уже на 9-й минуте. Такой быстрый гол всегда небольшой шок для пропустивших. А когда Барса пришла в себя, последовал еще один психологический удар. Прямая красная карточка Абидалю якобы за фол последней надежды. На этом повторе видно, что судья Эври Бео безосновательно оставил в меньшинстве каталонцев. Хотя в историю тот матч вошел из-за других его решений. Барселона выстояла, больше не пропустила. А на 90-е плюс 3 случился тот самый знаменитый удар Иньесты в девятку. И прошли дальше. Что бы там потом ни говорили про судью, победителей, особенно отыгравших час в меньшинстве, не судят. Каталонцы в итоге заслуженно взяли трофей. Весной 2012-го Барселона с Челси тоже встретились в полуфинале. Первый матч 1-0 в пользу синих. В ответке на Кампноу Данни Алвес на 35-й минуте был крут на подборе после углового. А потом прострел замкнул густец. Так Барса сравнял счет по сумме двух встреч. Проходит две минуты, и Терри осложняет своей команде выживание в гостях прямой красной. Подлый приемчик из серии пока судья не видит. А в довершении неприятности лондонцев в первом тайме гол на 43-й минуте от Иньесты, которому своевременно покатил мяч Месси. 0-2. А ты в меньшинстве, да еще и против тебя, возможно, величайшее поколение игроков 21-го века. Десять парней из Челси смогли выбраться из этой тяжелой ситуации во многом благодаря тому, что успели отыграть один мяч до перерыва. Памятный парашютик Рамироса, запущенный после передачи Лэмпорда. Гол на чужом поле по прежним правилам решал. Теперь уже Барсе нужно было непременно забивать еще один в основное. Они давили, успешно разыгрывали лишнего, но Челси держался. А в концовке поймал хозяев на контратаке. Торрес тогда убежал, как вы помните. И по мнению многих, одним этим забегом оправдал свой многомиллионный трансфер. Синие взяли у Барса реванш за 2009 год и сделали это зеркально, тоже отыграв значительный отрезок ответного матча в меньшинстве. А потом также взяли трофей. И на первом месте удивительная история из Бразилии. Вы наверняка ее не знаете. Случилась она в игре «Наутику Грэмио». В 2005 году был сыгран этот матч, который стал легендой местного футбола. У него даже есть уникальные названия. Типа как ремонтады в Европе называют победу Барса над пассажиром Алче. Баталия Дос Афитас. Битва на Афитасе. Стадион Наутика так называется. Эстадио Дос Афитас. Сценарий этой игры кажется фантастическим. То был последний тур мини-турнира, в котором 4 команды из бразильской серии «Б» боролись за выход в главную лигу страны. А один из легендарных бразильских клубов «Грэмио», переживавший финансовый кризис и позорный вылет, последнее место с отставанием от предпоследнего на 11 очков, очень хотел вернуться в элиту. Наутика же отсутствовал в бразильской серии «А» больше 10 лет. Так что тоже жаждал вновь оказаться в высшем дивизионе. И всерьез на это рассчитывал. Ведь решающий матч переходного турнира игрался дома. Нельзя было упустить такой шанс. Вот такая подоплека. Пора переходить к игре. В первом тайме хозяевам достается шанс реализовать неочевидный пенальти. Но они лажают. Во второй половине за игру рукой удаляют футболиста гостей. Вторая желтая. А спустя две минуты еще одна рука. На этот раз штрафной. А значит, вторая пенка в ворота «Грэмио». Копадание в локко действительно было. Возможно, Рэф не так уж не прав, но по совокупности решений в глазах футболистов гостей он уже враг. На него налетают, начинают откровенно пинать. На поле выбегает полиция. А Рэф раздает еще три красных агрессоров из «Грэмио». Ну, как бы совсем безнадега для гостей. Получить пенальти в свои ворота и остаться в десятером за 10 минут до конца. Что тут можно поделать? Весь стадион окрашен в цвета наутика. Фанаты в предвкушении гола. Однако кипер «Грэмио» ногой отбивает удар с 11 метров. Галату, файза, дефенза, салву, Грэмио! Потом, имея на четырех игроков меньше, гости с трудом на чужом поле умудряются продержаться 10 минут. По истечении которых полузащитник Андерсон, тот самый, который потом засветился в Манчестер Юнайтед, в одиночку убегает вперед. Его даже не поддерживает никто из партнеров. Просто нет сил. Однако игрок разбирается с несколькими защитниками наутика и забивает победный гол. В протоколе этот мяч записан как забитый на 90 плюс 16. Из-за разборок с участием полиции судья дофига добавил. Грэмио совершает подвиг и возвращается в вышку. Игроки не верят в случившееся и плачут от радости. Они не только выдержали бомбардировку с 11 метров, не просто выстояли против значительно превосходящих сил соперника, но и дерзнули сходить в контратаку и успешно. Невероятной получилась эта битва на Афитосе. Вдохновленный Грэмио с, как оказалось, классным составом на несколько следующих лет снова стал одной из главных команд Бразилии. И в 2007-м даже дошел до финала Кубка Либертадорос. А не будь того великого камбэка в меньшинстве, при спорном судействе, может так бы и несколько лет еще и не вышли в серию А. Ух, вот эту историю мы для вас выбрали. Как по мне, это даже круче топа камбэка. Считайте так же? Ну, тогда подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. В марте, кстати, планируем выпустить новый документальный фильм. На этот раз про российский футбол. Заходите к нам в телегу, там я делюсь мыслями после матча Лиги Чемпионов. Ну и гляньте наш новый подкаст, где мы с Тирилом Хаитом и Вассантом обсуждаем лучшую тренерскую работу в сезоне 22-23. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока!